МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Все это в сегодняшнем выпуске. Вначале, коротко о главном. С 22 апреля в Павлодаре остынут батареи. Постановление о завершении отопительного сезона подписал Аким города. Автобусы до дачных кооперативов запустят с 13 апреля. Тысячи бутылок алкоголя и более 150 тысяч литров контрафактного пива вывели из оборота в регионе. Ближе к звездам на другой планете побывали заключенные колонии-поселения благодаря сотрудникам обсерватории. Спонсор новостей – Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. Жители сел Павлодарской области теперь смогут оценить комфорт общественного транспорта. Новые маршруты, связывающие отдаленные пункты с городами, субсидируют из областного бюджета. Артем Буланов знает все подробности. Руководитель профильного ведомства «Канад Кашкиров» во время внеочередной сессии областного маслехата рассказал о просьбах сельчан, которые те адресовали местным депутатам. Народ мечтает о комфортных автобусах, связывающих села с большими городами региона. Дополнительно предлагается включить перечень социально-значительных сообщений 9 автобусных маршрутов, в том числе 8 внутриобластных маршрутов и 1 внутренний поселковый маршрут по селу Ортагай. Это дополнительно дадут возможность охватить 27 населенных пунктов области, в том числе 8 сел Ортагайского района, 2 села Железьского района, 7 сел Шебактинского района, 4 села Ахулы, 5 сел сельской зоны города Ахул и 1 села сельской зоны города Ахулы. Депутаты единогласно поддержали это предложение. Уже определено 142 социально-значимых автомобильных сообщений по Павлодарской области, в том числе 20 внутриобластных, 67 внутрирайонных, а также 55 городских. Артем Буланов, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». По Павлодарской области из незаконного оборота вывели более 224 тысяч бутылок контрафактного алкоголя. Крепкие напитки бизнесмены реализовывали без лицензии. Кроме того, в ходе рейдовых проверок изъяли почти 6 тысяч пачек сигарет. Наш корреспондент расскажет другие подробности. Предприниматели решили в обход действующего законодательства реализовать крупную партию алкогольной и табачной продукции. Надеялись на то, что Павлодарцы не будут интересоваться происхождением товара на полках. Ведь о лицензии спрашивают единицы. 224 тысячи бутылок или 1198 кек пива или же 160 тысяч 45 литров алкогольной продукции на сумму более 130 миллионов тенге. Все материалы направлены в суд для принятия соответствующих решений. Из них на текущую дату привлечено к адм ответственности 19 налогопотельщиков на сумму штрафа около 2 миллионов тенге. Изъяли 5371 пачку сигарет с поддельными акцизными марками на сумму 6 миллионов тенге. Трек бизнесменов привлекли к ответственности на сумму 904 тысячи тенге. Также были задержаны предприниматели, которые перевозили дизельное топливо без сопроводительных накладных на товары на сумму 19 миллионов тенге. Артем Буланов, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». 22 апреля завершат отопительный сезон в Павлодаре. Об этом сообщает главный новостной аккаунт региона в Instagram irbis.tv. Все подробности, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. Напомню только о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании «Ирбис», вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. По информации Акимата города Павлодара, с 22 апреля будет завершен отопительный сезон. Постановление подписал Акимгорода Хасар Хабылбеков, переведет сайт irbistv.kz, где всегда свежие и актуальные новости нашего региона и всей страны. А вот еще одна публикация из социальных сетей телекомпании «Ирбис». Суд по гражданским делам обратилась в Павлодарка с иском о выселении своего бывшего мужа из квартиры, которая является ее собственностью. В 2023 году пара развелась. На требования о выселении мужчина предъявил суду встречный иск о признании недвижимости совместной собственностью. По его словам, в период брака им был оплачен капитальный ремонт и внутренняя отделка квартиры, значительно увеличившая стоимость имущества. Доводы бывшего супруга в суде не учли, так как достоверных доказательств у мужчины не было. А ему куда идти теперь? Соберись и живи. Значит, еще лучше найдешь и умнее будешь. Во сколько вам обходится оплата КСК? Спрашивает телекомпания «Ирбис» у своих подписчиков. А что толку, что им платишь? Мы перестали платить, крыша в доме скоро на голову упадет, ливневка не работает, вся вода по счетчикам до первого этажа бежит, а им фиолетово. Пусть лапу сосут. А главный-то вопрос. За что? Дворника нет, технички нет, услуги сантехника платные ему лично. За что платим? У нас ОВСИМ. Очень дорогое. Однокомнатная. Тысячу семьсот тенге. По Владарской области эпидситуация по коклюшу и коре нестабильная. Почти каждый день регистрируют новые случаи. Чтобы наши медики могли безошибочно выявлять болезни, для них организовали семинар. Пригласили, кстати, профессора из Астаны. Статистика и прогнозы в материале Александры Петровой. Много лет коклюша в Казахстане практически не было. Казалось, этот недуг навсегда ушел в прошлое. А раз нет угрозы, зачем прививаться, подумали многие. Вслед за массовыми отказами от вакцинации стало расти число заразившихся. С начала года в Павлодарской области уже зарегистрировано 42 случая. Сегодня в детской областной больнице с таким диагнозом лежат 9 детей. Один в реанимации. Допустим, в 2022 году у нас ни одного ребенка не было с коклюшом. В 2023 году мы выписали 32 ребенка с диагнозом коклюш. А в 2024 году за три месяца уже 51. То есть обмечается рост. Все дети из тех детей, которые заболели коклюшом, 98% непривитые. В регионе также продолжают болеть корью. С января она подтвердилась у 1020 человек. В основном вирус поражает детей. Сейчас в инфекционном стационаре на лечении 30 малышей. Эпидезиотеза зависит от привитости населения. Чем выше уровень вакцинации среди подлежащего населения, тем быстрее стабилизируется эпидемная ситуация. Я призываю всех родителей вакцинировать своих детей. Тем самым они защитят детей от последствий заболевания. Потому что корь, знаете, она опасна своими осложнениями. Осложнения тяжелые. И могут протекать тяжело вплоть до летального исхода. Учитывая неблагоприятную эпидситуацию, на помощь павлодарским врачам пришли столичные. Профессор из медицинского университета Астаны провела для наших медиков обучающий семинар. Напомнила симптомы и клинические особенности кори и коклюша. Грипп, корь – это острые инфекции. Поэтому мы ждем, что ребенок должен затемпературить непременно, что ему должно стать плохо. А коклюш – это совсем другое течение. Он начинается как ОРВИ, а затем идет кашель. Кашель упорный, длительный. Вирус кори обладает способностью поражать сердце, головной мозг, легкие. Присоединяется вторичная флора. Это бактерии, это бронхиты, это пневмонии, это атиты. Медики напоминают, единственная профилактика кори и коклюша – вакцинация. Непривитые дети болеют очень тяжело. Поэтому важно своевременно проходить иммунизацию. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирвиз». Сейчас быстренько посмотрим рекламу и вот что затем в программе. Все для здоровья. Обзор цен на витамины в бизнес-новостях. Клуб молодых политиков. Начинающих лидеров готовят к будущей карьере. Чужой ребенок. Генеральная репетиция премьеры прошла в театре имени Чехова. Спорт с Артемом Булановым и специальный информационный блок. Дождитесь, скоро продолжим. В городе Павлодаре открылся первый кабинет для развития крупной моторики и сенсорной интеграции для детей от трех месяцев. Одна из главных задач адаптивной физкультуры – восполнение дефицита движения при помощи физических упражнений. Именно поэтому работа дипломированных специалистов АФК и БОБОТ-терапевта направлена на развитие двигательной активности как норматипичных детей, так и для детей с особенностями. На тренировках отрабатываются различные навыки. Благодаря им ребенку легче социализироваться и коммуницировать с окружающим миром. Ведь моторика – основа основ. А конечный итог пройденного курса – формирование правильной схемы движения и применение полученных навыков в повседневной жизни. Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малообъездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. Теперь бизнес-новости. Их сегодня представляет Александра Петрова. Она уже в студии. Саш, приветствую тебя. Ну что, весна, время заправляться витаминами и лучше всего природными. Дорого ли они обходятся казахстанцам? Привет, Владимир. Витамины Светки в нашей стране стоят дороже, чем в соседних. Здравствуйте. По данным Energy Promky Z, за год фрукты в стране подорожали на 13,5%. В Павлодарской области на 14,8%. Сильнее всего вырос в цене виноград сразу на 40,4%. Яблоки подорожали на 18,3%. Груши на 17%, лимоны на 11%. Апельсины на 7,5%. Бананы на 7,2%. К слову, по их стоимости Казахстан обогнал все страны СНГ. 925 тенге за килограмм. Для сравнения, в России бананы стоят 540 тенге, апельсины и яблоки дороже только в Узбекистане. Цитрус на местных рынках реализуют по 1000 тенге за кило, а в Азербайджане по 644 тенге. Яблоки обходятся нам в среднем 600 тенге, жители Беларуси покупают их по 433 тенге. Только три дня с 12 по 14 апреля в строительном магазине 12 месяцев мега скидки. На мойки, душевые кабины, люстры, раковины, унитазы, ролл-шторы, товары для пикника и бани до 20%. На ламинат до 45%, на обои, кафель и мебель для ванной комнаты до 50%. На входные двери до 40%, а на межкомнатные и ламинат до 30%. Весь товар можно приобрести в рассрочку на год. При этом все скидки сохраняются. Не упустите свой шанс. Магазин работает с 9 утра до 8 вечера по адресу А теперь отличная новость для павлодарских модников. В честь священного праздника у Роза Айт в бутике Глассман скидки на костюмы и пальто от 30 до 50%. Для удобства покупателей действует рассрочка. Приходите по адресу. Улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом Сити-Центр, 2 этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с Глассман. Лучше всего о ваших чувствах расскажут цветы. Оформить их в красивый букет помогут в салоне Комплимент. Он работает без перерыва и выходных с 9 утра до 9 вечера по адресу Улица Тарайгырова, 109. Также действует доставка, поэтому подарить любимым яркие эмоции можно с 7 утра до часу ночи. А сделать все лучшим образом вам всегда помогут продавцы-консультанты. Впереди долгожданный период отпусков. Туристическая компания Анара Компани ПВ запускает ранее бронирование на прямой рейс Павлодар-Алаколь. Получите незабываемые впечатления от поездки на озеро, где вода в бархатный сезон, как парное молоко. А пляж располагает расслабиться и забыть обо всех проблемах. Кроме этого, Алаколь славится своими целебными свойствами. Лечебная грязь нескольких видов может положительно отразиться на вашем здоровье. Стоимость тура от 85 тысяч тенге. В нее входит проезд в обе стороны на автобусе за спальными местами, проживание в доме отдыха 5 ночей и трехразовое питание. Не упустите шанс отдохнуть красиво. И в завершение курс валют. В Павлодаре доллар стоит 451 тенге, евро 487, рубль 4 тенге 83 тен. И у меня на этом все. Владимир. Благодарю тебя. Мы продолжаем выпуск. В этом году доехать до дач можно будет раньше обычного. Автобусы начнут курсировать в садоводство с 13 апреля. Такое решение приняли на собрании с Акимом Павлодаром. А все подробности у Асель Аскербековой. Напомню, в прошлом году до садоводств общественный транспорт начал ездить позже обычного. А в этом автобусы начнут движение раньше. С 13 апреля. В целом же дачный сезон стартует уже 15 числа. Аким города вместе с руководителями 19 садоводств провели совещание, в ходе которого обсудили актуальные проблемы дачников, в том числе необходимость грейдирования дорог, установку дорожных знаков и остановочных павильонов. Администрация города посодействует в решении этих и других вопросов. Доставлять огородников до дач будут 14 автобусных маршрутов и 2 трамвая номер 3 и 4. Также на собрании с Акимом разъяснили, всех животных нужно поставить на учет, привить и чипировать. Аварийный люк на проезжей части во дворе дома по улице Гагарина привлек внимание повладарцев. По словам людей, автомобили начали застревать. Зрители Ербиса переживают за безопасность пешеходов и водителей. Смотрим подробности в очередной подборке мобильного приложения. Гагарина 42, второй подъезд. Вот люк, про который я вам писал, говорил. Здесь получается вал. Вот я ветку поставил, чтобы обходить ее стороны, объезжали. Не знаю, как-то так. Сегодня второй день. Ну, то, что машина чуть-чуть застряла здесь, повисла. Эта сторона вот как провалилась. Держится вот на этой стороне. Вот. Здесь вот машины ездят. Площадка сзади. Машины паркуются на газонах, где могла расти трава. Они решили, что могут ставить машины там, где им угодно. Вот, видите? Машины ставят там, где могла расти трава. Наверное, они много делают для города полезного, раз позволяют все такие парковки. Заезжают на тротуар, вот, чтобы, наверное, припарковаться. Видите? Прошу соответствующие органы разобраться. Это адрес у нас Дюсенова, 138, дробь 1. Это город Экибастуз. Вот, смотрите, какой подвал. Побой, 111. Вот, вода стреляет. Воняет. Вот это перекресток Циолковского Камзина. Возле заправки. Здесь находятся вот трубы, которые идут в тепло. Вода. Посмотрите, в каком состоянии они. Полная воды. Полная. Тепловые сети, обратите внимание, пожалуйста. Вот, смотрите, забор. Там в одном канале на Усовке. И никому нет дела до этого. Второй раз высылаю, товарищ, в мобильное приложение. Подействуйся на людей. Время коммунальной сводки. Ее ведущая Алина Тимиргалеева. И сегодня она расскажет, можно ли арендовать кладовку на лестничной площадке. Спонсор коммунальной сводки. Клиника РЖД Медицина. Города Барнаул. Здравствуйте. Если вам не хватает места для хранения вещей в вашей квартире, а на лестничной площадке есть свободная кладовка, арендуйте ее. Бесплатно приводизировать общее имущество у вас не получится, так как это противозаконно. Поэтому придется организовать собрание жильцов. Дать согласие на передачу общих квадратных метров в аренду должны как минимум 2 трети собственников жилых и нежилых помещений дома. Затем необходимо заключить договор о ренте кладовки и заверить его в нотариусе. К слову, вся прибыль будет перечисляться на счет управляющей компании. А теперь расскажу о плановых отключениях на 12 апреля. В компании монополисты сообщили, что в пятницу с 9 утра до 5 вечера света не будет по Назарбаево 99.2, а также в домах со 2 до 12 на той же улице. Без электричества в то же время останутся жильцы домов на Кривенко 75, 77, Байзакова 85, 2, 88, 100, 112, Бухаржирал 99, Абая 79. Также временно обесточат квадрат улиц Байзакова, Естая, Машхуржусупа, Каирбаева. Причиной отключения станет ремонт трансформаторных подстанций. А на этом я прощаюсь. Тепла и уюта вашему дому. СПОНСОР КОММУНАЛЬНОЙ СВОДКИ КЛИНИКА РЖД МЕДИЦИНА ГОРОДА БАРНАУЛ Избавьтесь от ракопростаты без операции и химиотерапии в клинике РЖД МЕДИЦИНА. Современная методика ХАЙФУ обеспечивает высокую эффективность, безопасность для организма и более быстрый период реабилитации. Возможность проходить лечение в комфортной одноместной палате. Для жителей Казахстана доступна бесплатная онлайн-консультация. Звоните плюс семь тридцать восемь пятьдесят два пятьдесят шесть ноль один сорок шесть. Или отсканируйте QR-код, чтобы написать на WhatsApp доктору. Клуб молодых политиков создали повладарские депутаты. Начинающих лидеров основательно готовят к профессиональной деятельности и будущей карьере. В объединение вошли жители региона не старше тридцати пяти лет. Наш корреспондент расскажет все подробности. Политический клуб – это один из проектов, с помощью которых народные избранники модернизируют свою работу. Первым вопросом для обсуждения стала молодежная занятость. Школьников и студентов планируют максимально трудоустроить летом. К примеру, депутат Железинского районного маслехата Евгений Миронов намерен до конца года привлечь до ста молодых людей. Сегодня задача наша объединиться. Президент в своих словах сказал, в выступлении сказал о том, что очень важно объединение именно по направлению существующих. Получается так, когда случается наводнение, пожар, мы незамедлительно, благодаря нашим традициям, менталитету, бежим на помощь. Также стало известно, что повладарские школьники смогут летом поработать в трамвайном управлении. Благодаря поддержке депутатов на каникулах подростки попробуют себя в роли контролеров. Артем Буланов, Станислав Кекин, телекомпания Ирбис. Чемпионат Абилимпикс по компетенции технология моды продолжается в Павлодаре на базе колледжа сферы обслуживания. Участники – студенты второго курса, которые обучаются по специальности швейное производство. Конкурс разделен на два этапа. Каких, знает Азамат Айтхалин. Участников всего четыре. Трое из Павлодара и один из Экибастуза. Они студенты колледжей с особыми образовательными потребностями. Перед ними задача за определенное время сшить пончо, а затем также на скорость его декорировать. К слову, чемпионат Абилимпикс – это международное движение. И Павлодарскую область уже представляла на мировой арене студентка колледжа во Франции. Тренирует юных мастеров Зухра Кудиярбекова. Движение Абилимпикса начинает свою историю с 1971 года. Оно впервые было проведено, такой конкурс был впервые проведен в Токио, в Японии. И уже на протяжении 45 лет он проводится раз в 4 года. Этот конкурс дает учащимся повысить свои профессиональные возможности, стать увереннее и в дальнейшем уже быть конкурентно способными. Одна из участниц конкурса – Айдана Тайлакова. Она студентка второго курса. В будущем мечтает стать профессиональной швеей. Тебе шить нравится? Да. Сильно нравится? Хорошо. А как это вот нравится, нравится? Почему нравится? Я вот... Было давно в школе, любила? Блин. Всегда, да, шила? А дома шить было? Да. Было? А кто помогал? Мама. Мама помогала? Отлично. Все участники конкурса получат сертификаты, а призеры – дипломы. Азамат Айдхалин Дамиришанов, телекомпания «Ирбис». Неизведанный мир Вселенной показали повладарским заключенным. Необычную выездную лекцию провел глава обсерватории дворца школьников. Впервые его слушателями стали не дети, а отбывающие наказания, в основном за преступления по неосторожности. Много нового о космосе узнал и наш корреспондент. Для этих заключенных выйти за пределы колонии пока лишь мечта. Но сегодня осужденных решили выпустить в более масштабный мир – мир космоса. Планеты, звезды, Солнечная система для многих урок стал очень познавательным. Признаются, узнали то, о чем даже в школе не рассказывают. Было очень интересно. Я узнал о телескопе, потому что они бывают и линзовые, и зеркальные телескопы бывают. Ну, разовидность очень большая и очень интересно то, что в школе нам об этом не объясняли. Здесь уже подробно все рассказали. Я надеюсь, понравилось. Вопросы были, вопросы были очень интересные. Мы спрашивали, как, допустим, попасть на планету там, где можно жить, кроме Земли, как устроено само Солнце. Ну, вопросы были, да. Людям видно интересно. Вопросы от заключенных посыпались самые разные. Когда можно будет жить на Марсе? Какого на самом деле размера космос? И какое значение имеет Земля для Вселенной? Урок в колонии для заведующего обсерватории первый за всю практику. Уверен, подобные полезные встречи можно организовывать чаще. Артем Кливан, Александр Колесников, телекомпания «Ирбис». Генеральная репетиция премьеры прошла в Павлодаре. Чеховцы подготовили спектакль по пьесе Василия Шкваркина «Чужой ребенок». В главной роли молодая актриса вспомогательного состава театра имени Чехова. На прогоне побывала наша съемочная группа. Режиссировал Александр Амосов. Это уже не первая его большая работа. Это довольно известная пьеса. Пьеса, которая с большим успехом идет на сцене российских театров, в том числе в Москве, в Санкт-Петербурге. И несмотря на то, что эта пьеса написана в 1933 году, ее актуальность сохраняется на наши дни. И в то время, когда она вышла, эта пьеса, она побила все рекорды по востребованности. И более 500 театров сразу же взяли в свой репертуар. Спектакль в жанре – оптимистическая комедия. Задействованы как опытные актеры театра, так и молодые. Юным талантам дают в полной мере раскрыть свой творческий потенциал. Я играю главную роль в спектакле «Чужой ребенок» Маню, Маню Караулову. Репетиции проходят интересно, проделана большая работа. Надеюсь, наш зритель оценит, и спектакль пойдет на ура. В этом спектакле я играю отца семейства, отца главной героини, вокруг которой, собственно, и разворачиваются все перипетии этой истории. Не хочется раскрывать все секреты перед премьерой, но нам кажется, что здесь очень интересно раскрывается проблема отцов и детей. Мы репетировали около полтора месяца. То есть это были почти ежедневные репетиции. Ну, были, конечно, перерывы. Каждый актер, мы обсуждали очень много за кулисами, что, как делать, искали подстройки. И в итоге мы создали такой необыкновенный спектакль. Яркие декорации, колоритные персонажи. Диалоги вызывают улыбку, но при этом заставляют глубоко задуматься. И ты должна этим спартанцам подражать. Что, мне тоже с горы прыгать? Глупеешь ты летом, ближе к делу, говори. Премьера запланирована уже на 12 апреля. После чеховцы приступят к работе над новым спектаклем. Заматает Халин Дамир Яшанов, телекомпания «Ирбис». В Алматы завершился юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. А повладарцы, кстати, обладатели двух медалей – золотой и бронзовой. Имя победительницы знает мой дорогой коллега, ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Он уже в студии. Вперед! Привет, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Отличилась в миру Эртажимова. Причем в парном разряде она стала первой, ну а в смешанном – третьей. Можем поздравить. Еще больше новостей спорта через мгновение даже не вздумайте переключать. Казахстанский бренд «Балауса Джеверли». Дополните свой образ эффектными украшениями ручной работы. Стильные серьги и кольца в национальном стиле. Нежные подвески, элегантные браслеты для него и для нее. Подчеркните свою индивидуальность вместе с брендом «Балауса». Торговый дом «Квазар», улица Истая, 81, второй этаж, 305А. А также в городе Аксу. Торговый центр «Аксумол», улица Ленина, 24, дробь 1. Разгудыря вы, клён зелёный лист резной. Я влюблённый и смущённый пред тобой. Он просто великолепно обладеет гитарой, замечательно поёт, изучает английский язык. У него уже есть цель и мечта в этой жизни. Ему пока что 12 лет, Тимур Кымбатов сегодня у нас в студии. Вначале хотел на скрипку, но родители сказали, что соседи там, наверное, все помрут. Поэтому я пошёл на гитару. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Мама, критикуете, скажи мне? Ну, конечно. Ну, что говорит? Тимка, ты вообще вот, ну, я в тебя тут вложила с папой, да? Жилеточки покупаем. Не прям так. А как? А ты? Нужно громче играть, нужно громче петь. Проект «Откровение. И я – дети». Смотрите в субботу на телеканале «Ирбис». В третьем матче чемпионата мира по хоккею женская сборная Казахстана встречалась команда Исландии. Наши хоккеистки завладели инициативой и забросили пять безответных шайб в ворота соперниц в первые 20-ти минутки. Следом казахстанки забили ещё два гола. В оставшееся время матча сопернику удалось отыграть несколько шайб. Итог 7-2. Третья победа наших девушек на турнире. Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признана Мунира Саяхат Кызы. А в Павлодаре завершились игры престижного турнира среди учащихся старшего звена по баскетболу. Самые интересные поединки развернулись на паркете школы номер 5, где и определился чемпион. Турнир памяти академика Каныша Сатпаева собрал сильнейшие команды города на паркете. Очень красивую игру показали ученицы школы номер 35. Девушки уверенно шли к финалу и потерпели поражение от будущего триумфатора. Мы надеялись на первое место, что наши девочки собраны, и мы хотели занять первое место, но это было в планах. Но мы проиграли пятой школе, так как были не собраны, и теперь мы можем поворотиться только за третье. Сборная 35-я победила в матче за бронзовую медаль школу имени Алимбаева со счетом 33-28. Участники отмечают высокий уровень турнира. Организация очень, можно сказать, на хорошем уровне. Дети, девочки играют в пятой школе. Здесь зал, конечно, нестандартный, поменьше, но мальчики будут играть в большом зале в Олимбайской новой школе. Так, я думаю, что и финальная часть пройдет там. В финальном матче, ставшем украшением турнира, сборная пятая переиграла 39-ю со счетом 46-22. Команда выиграла переходящий кубок и медали. В Павлодаре продолжаются соревнования среди школьников нашей области. В рамках национальной лиги стартовал турнир по волейболу. Первыми борьбу на площадке повели игроки старшей подгруппы, учащиеся седьмых-восьмых классов. Волейбол – визитная карточка школьников Павлодарской области. В этом году масштабный национальный проект пройдет уже в пятый раз. В каждом турнире игроки сборной нашего региона добиваются высоких результатов. По прошлому году среди седьмых-восьмых классов у нас чемпионом стала Патфиловская школа Иртишского района. А среди девушек – школа имени Боржа Мамушулы города Павлодара. На республике, которая у нас проводилась в городе Павлодара, наши девушки стали третьими местами в республике, а мальчики заняли пятое общекомандное место. Новый сезон среди юношей начали 13 сельских и три городские сборные. Такой же состав в турнире у девушек. Борьба непредсказуемая, фаворитов даже сложно выделить. Бои на улице в первом матче уверенно разобрались с волейболистами из Успенки. У нас все мальчики все равно занимаются. Мы очень хорошо тренировались, каждый день ходили на тренировки, субботу, воскресенье. Всегда играли. Дома тоже тренировалась я. Потом на числе соревнований отыгрались, соревновали, заняли первое место в Республике Павлодара. Сегодня стартовали игры группового этапа. По его итогам определяют четверку лучших команд, которые и будут биться за медали. Во второй лиге сыгран первый тур первенства. Наш регион в соревнованиях представляют клубы «Иртыш» и «Аксум». Все же стартовали 24 команды. Участники разделены по территориальному принципу на юго-запад и дивизион «Северо-Восток». Где выступают повладарцы, сезон «Аксу» начал на выезде. Футболисты встречались с молодежным составом ЖТСУ. Поединок близился уже к нулевой ничьей. Однако в компенсированное время хозяева вырвали у гостей победу 1-0. Небольшой соревновательный вояж совершили наши юные гимнасты. Сначала повладарцы съездили в Шимкент, а потом в Семей, где удачно выступили на республиканском турнире. Повзрослели, набрались опыта и выполнили разряды из Семей, где завершился открытый чемпионат области «Абай». Наши маленькие спортсмены вернулись с массой впечатлений. Я выступил хорошо, в кольцах. Я взял второе место. Я по-вольному первый стал, вроде бы второй. Я занял второе место в многоборье. На коне, на косячу. И поэтому первым не стал. В коллекции у повладарцев медали различного достоинства. Золотая, серебряная и бронзовая. Домой каждый гимнаст вернулся с маленькой победой. Успех Альтаир Максутов, Артем Молчанов, Мирон Богатов и Ахмат Бакиев добились в упражнениях на снарядах. Награда Эрика Лихоманова остается самой ценной. Наш спортсмен-вице-чемпион республиканских соревнований в многоборье. Выступили мы достойно. Показали хорошие результаты. На этих соревнованиях была у меня задача выполнения разрядов. Дальнейший план у нас соревнования готовится летом. У нас будет в Актау соревнование чемпионат по отдельным видам и также многоборье. Туда мы готовимся. Подготовка к республиканскому чемпионату уже идет полным ходом. Перед поездкой на запад юные гимнасты проведут несколько контрольных стартов. Ближайший в конце месяца в Павлодаре. В гости позвали сильных конкурентов. Спортсменов из Алматы, Актау и Астаны. Абсолютной победительницей чемпионата Казахстана по сурдоплаванию стала Павлодарка. Леана Рогачева выиграла три золотые медали в разных дисциплинах. Невероятного результата девушка смогла добиться на водных дорожках родного города. Павлодар почти неделю принимал чемпионат Казахстана по сурдоплаванию. В заплывах участвовали спортсмены со всей страны с нарушением слуха. Главной звездой стала Леана Рогачева, которую отмечают абсолютно все представители команд. Могу сказать, что Леана показывает очень хорошие результаты. А также Мартахан Дархан сейчас очень хорошие результаты показывает. Надеюсь, что он тоже будет на этих соревнованиях показывать хорошие результаты, чтобы выступать на международных аренах. Леана Рогачева первую золотую медаль выиграла на дистанции 200 метров на спине. Следом стала победительницей в заплыве 50 метров. Батруфляй финишировала первой и на 100 метрах спиной. Гости из других городов отмечают, что в сурдоплавании есть серьезные проблемы. Наше сурдоплавание, оно немного отстает, немного хромает ввиду финансовой поддержки, либо других каких-то третьих лиц, я скажу так, не побоюсь этого слова. На выезд, на какие-нибудь международные соревнования для нас это очень проблематично. Чтобы вывести спортсмена, нужно пройти столько инстанций, столько дверей обстучать. Хотя для других это очень просто. Динара Куантаева завоевала бронзовую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем. В общекомандном зачете сборные расположились в следующем порядке. Астана, Караганда, Алматы, Жамбул и Павладар. Новости спорта позади, но это не повод прощаться. Да, хороший был обзор. Теперь специальный информационный блок. Новости спорта позади, но это не повод прощаться. Новости спорта позади, но это не повод прощаться. Запомните, его новостей на сегодня больше нет. В студии для вас работали ведущие Артем Буланов и Владимир Чубенко. Смотрите лучшее. Читайте первыми и всего доброго.